Добрый день, дорогие туристы! Мы продолжаем наш сегодняшний эфир. И у нас в гостях сейчас Анна Гапич, это представитель туроператора Ньюз Тревел. Оля, я не вижу флажок Ньюз Тревел, быстро принеси обратно в эфир. И расскажет она нам о загадочной стране Шри-Ланки. Как мы поняли, туристов интересует эта тема. Только что было два вопроса по Шри-Ланке, хотя это вроде как в нашей стране считается зимняя страна для отдыха. Вот сейчас мы все вопросы зададим Ане, и она уже будет отдуваться по полной. Анечка, здравствуй! Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим про солнечный остров Цейлон или же Шри-Ланка. То есть это одна и та же страна, потому как очень много конфузов с названием. Этот манящий остров находится в Индийском океане. То есть правильно Даша сказала, это интересующий вопрос, интересующая страна. Шри-Ланка на самом деле это страна не только для зимнего отдыха. То есть туда можно ехать отдыхать не только зимой, но также и летом. То есть летом это просто сложилось у нас такой вот стереотип, потому как летом ближе в Европу, везде в нашей широте тепло, солнечно. Ну да, на Майорку три часа не тече выпендриваться. Быстро, просто оформили визу, у кого есть мультики, то есть это достаточно просто. Шри-Ланка это остров, куда можно летать, отдыхать круглый год, поэтому не обязательно привязываться к какой-то сезонности. И это уникальный остров, почему называют жемчужина Индийского океана. Жемчужина почему? Потому что это не только пляжи красивенные, которые всех привлекают и зовут. Пальмы, которые есть также везде, не только на Шри-Ланке, но и на многих островах и не только. Шри-Ланка это также культура, история, природные заповедники, то есть есть что посмотреть, не просто поваляться. И чай со слоником. Да, и обязательно чай. То есть это самое главное, как сказать, сувенир и обязательная штука, которую обязательно нужно привезти, это чай. Значит, ну поговорим по порядку. Значит, Шри-Ланка находится в Индийском океане, как мы уже поняли. Лететь до Шри-Ланки в общей сложности 11 часов. Кажется, что достаточно длительный перелет, но он облегчается стыковкой. То есть перелет наш состоит из двух частей. Мы летим до Эмират, стыковка у нас происходит в Эмиратах. Прелесть! Люблю я аэропорты Дубаев и Абудаби. Конечно, они комфортабельные, кондиционированные. Дьюти-фри. Дьюти-фри огромный, огромный выбор. То есть можно размять ножки, отдохнуть, купить что-то своим друзьям, себе. Просто как-то отвлечься и продолжить свой путь. То есть 11 это общего лета, да? Это общего, да. Получается, мы летим из Украины в Эмираты около 5 часов. Сейчас 5 часов. Значит, стыковка, как правило, это достаточно удобная стыковочка. Полтора-два часа. То есть времени не хватает на то, чтобы... Кровь разогнал, да? И бегом дальше. Да, да. Набраться сил и дальше полететь. Дальше у нас перелет последующий, это тоже 5 часов. Немножко меньше, около 4. И мы уже в полночной Шри-Ланке. Да. Ну, это того стоит, на самом деле эти 11 часов пролетают быстро, потому как мы стремимся, мы хотим, нам интересно. Да, когда летишь на отдых, они быстро, а когда с отдыха, даже 2 часа с Турции, кажется, просто, ну, боже, нет. Ну, смотря такой отдых, можно так хорошо отдохнуть, что сел самолет, заснул. И спал в комнату. Да, и все прекрасно быстро пролетает, и ты уже у себя на родине. Вот, значит, по поводу перелета, это комфортабельные борты. Как правило, летают авиакомпании также эмиратские, то есть это Air Arabia и Fly Dubai. То есть достаточно удобно, несмотря на то, что это low cost, ну, так сказать, экономичный авиаперевозчик. В нашем понятии, то есть если сравнивать по уровню наших перевозчиков, европейских... То у нас это первый класс, да? Это, на самом деле, очень комфортно, удобно. То есть в чем заключается, ну, почему его называют эконом-класс, да? Ну, то есть эконом-авиаперевозчик. Значит, в том, что, ну, такая мелочь не кормят на борту. То есть нужно, ну, питание не входит в стоимость. Не входит в стоимость, обязательно кормят же. Как же, нас никто не будет мучить. То есть мы можем покушать, но это за дополнительную плату. Это вот один момент. Ну, и также, в принципе, основной из моментов, да? Ну, если честно, мне кажется, это так не важно. Да. Потому что иногда как покормят, то лучше бы за доплату. Тем более считается, как бы, по правилам для здоровья, когда летишь, не нужно перегружать организм. Ну, самое главное, это жидкость, водичка и не перегружать себя, чтобы можно было заснуть, отдохнуть и нормально, спокойно долететь. Поэтому перелеты комфортабельные, проходят быстро и никаких вопросов не возникает. Значит, следующий момент, который также нас интересует часто, это визовый режим. Да. Шри-Ланка, это вообще один из самых легких. Нет такого момента, да? Да, момента вообще нет. Значит, виза оформляется либо по прилету, либо у нас в Украине. То есть для этого нужно просто заполнить анкетку. Анкетные данные самые элементарные, то есть паспортные данные. Куда, наверное, летишь, да? В каком отеле живешь? Да, были ли мы ранее и какие-то вот просто стандартные вопросы, да, касательно Шри-Ланки. Виза открывается, ну, отказов, честно, за мою практику, достаточно давно работаю с Шри-Ланкой, это более уже трех лет. Ну да, уже прошло столько людей, да? Никогда не было отказов. А, то есть вообще нет. Да. Значит, либо по месту мы ее оформляем, прилетев, заполнив ту же анкету, уже на английском языке, заплатив 35 долларов, мы тут же ее получаем. А если на Украине сколько платят? Если на Украине так же 35 долларов. Так, а в чем тогда логика? В чем логика? Мы просто экономим свое время, не стоим в очереди, которая на визу. Просто мы уже летим непосредственно с готовой визой. То есть там очередь, чтобы получить анкету? Да. Или тебе раздают анкету? Значит, мы прилетаем на Шри-Ланку и попадаем, значит, в пограничную зону, где одна очередь, это где мы покупаем визу, заполняем анкету и, соответственно, получаем эту визу. И вторая непосредственно на паспортный контроль. То есть если мы прилетели уже с визой, мы прошли паспортный контроль и выходим, получаем багаж и ура, мы на Шри-Ланке. То есть все достаточно просто, очередей как таковых нет. То есть все проходит быстро. Это формальность 15-20 минут, как правило, и все. Это не США, да? Прилетел с визой, тебя еще могут раз проверить и все равно могут не пустить. Да, много вопросов, запросов и так далее. Здесь все очень просто, все любезные, приветливые. Но вы приехали к ним отдыхать и тратить деньги. Добро пожаловать, приходите, да? Да, все замечательно. Поэтому никаких вопросов касательно визы не может быть, это все легко. Если мы бронируем какой-то тур за день, за два до вылета, не вопрос, то есть мы можем прилететь и открыть визу. В Украине оформляется виза за три дня до вылета, три рабочих дня. Такую же. Тоже очень максимально. Вообще никаких сложностей, я смотрю, с этой страной манит, манит, манит. Ну и, наконец, как выглядит наш остров Цейлон. Небольшая она в виде капельки. К семечке. В Индийском океане семечка, да. Очень похоже. Значит, зеленых частей достаточно, вот мы видим мало на карте, но это знаменитое, вот то, что мы видим, да, зеленое, это знаменитые национальные заповедники, знаменитый заповедник Яла, в котором находятся вымирающие виды многих животных, эндемиков. То есть многие люди стремятся попасть именно на Цейлон. Хоть глянуть, да, на того тигра уссурийского, которых осталось пять штук, да. Да, очень мало ценится вот... Ну там нет тигров, дорогие туристы, это я так слово сказала. Есть леопард, есть леопард. Леопард, да. Ланкийский леопард, который вымирает, к сожалению. Многие прилетают непосредственно посетить этот заповедник. Не нужно лететь в Африку, дорогостоящие какие-то сапари. Да, это все достаточно недорого. Ну и совместить, да, и отдохнул, увидел такое. Да. Значит, в аэропорту мы уже поговорили про получение визы. Да, в Шри-Ланке ходит валюта, это рупия. Рупия, это с индийских фильмов. Да. Дай мне три рупии на платье. Курс достаточно приятный, цены радуют. То есть, в принципе... Все дешево. Все дешево. Мы дальше поговорим по поводу, сколько стоит покушать, какие в среднем цены, так, чтобы можно было ориентироваться на то, сколько денег нам нужно на отдых. Следующий наш слайд, это вот о прекрасных достопримечательностях, экскурсионных объектов на Шри-Ланке. Шри-Ланка, на самом деле, это одна из насыщенных вот таких островов, где семь объектов, которые охраняются ЮНЕСКО. Это круто реально. На Мальдивах ни одного, на всех островах не найдешь. То есть мы с тобой можем прилететь отдохнуть, мы можем поехать посмотреть что-то, религиозные какие-то объекты. Кстати, Шри-Ланка, они в основном буддисты, поэтому очень много буддистских монастырей. И красивые они, конечно. Они красивые, умиротворенные. То есть мы можем отдохнуть от наших будней проблем. Да, и там же проблемы с интернетом, поэтому тоже можно отдохнуть. Это шикарная страна. Да, значит, ну вот, как мы говорили о национальных парках, леопарды, все это мы можем видеть. И любимые слоники. Любимые слоники, то есть их любят все, абсолютно и взрослые, и детки, можно на них покататься. Ну они же клевые. Да, то есть одна из экскурсий включает в себя посещение питомника слоновьего, называется Пенавелли, где мы можем посмотреть, как кормят слоников, как их купают, как они идут отдыхать. А как их купают? Шлангом? Нет, значит, в этом поле есть такая активная река. Она не глубокая, буквально слонику по колено. То есть его загоняют туда? Он сам идет. Они очень любят купаться, они прямо видят воду и бегут. То есть бегут к воде, они не видят ни туристов, ни кого. То есть у них есть... И делают так ушами, ну вот честно, делают, да? Делают, особенно маленькие слоники, то есть им это приносит удовольствие, то есть они таким образом распыляют водичку. Они просто такие восхитительные, то есть сами просто радуются, когда купаются. То есть это мы все можем понаблюдать. Кстати, очень много летают с детками отдыхать. Ну, совсем с маленькими, конечно, не советуем, потому что все-таки это экзотическая страна, далеко лететь. Экзотические комары? Каких-то проблемных комаров, там, малярии и всего подобного здесь нет. Никаких прививок особых не нужно на Шеланку, поэтому не стоит бояться. Конечно, Шеланка это экзотика, то есть многие, знаете, как есть частые вопросы. А можно так вот поселить нас в какой-то такой гостинице, чтобы не было ни комаров, никакой живности, ничего? Именно вот в вашей гостинице нет комаров и живности. Где вот в каком регионе есть такой вот чудный отель? Мы хотим в экзотику, но чтобы не было ничего такого. Мы думаем в Норвегии. Нет ни комаров, ни живности, особенно зимой. Да, на самом деле это Шеланка, это экзотика. Ну да, нужно понимать, что в любом случае будут и ящерки всякие, правильные паучки. Да, гиппончики могут ползать. Какая прелесть! Бурундучки. На самом деле никаких таких насекомых, которых мы не любим, ничего такого нет. В номерах все аккуратно. Ну как же нет? А вот эти тараканы, которых они едят? Нет, на Шеланке такого нет. Нет? Это они только в Таиланде? Да, это одна из экзотических стран, Фух, слава богу! Которая, слава богу, не располагает таким богатством. Потому что это, конечно, я не знаю. Это, конечно, для наших людей только страшно, но я все равно не понимаю, как они их едят. Непонятно. Очень милые бурундучки, которые бегают по территории отеля. Чип-чип-чип-бейл. Да, наши туристы даже умудряются брать из Украины какие-то семечки, орешки, чтобы покормить их. Они все уже очень привыкли к туристам, ручные. Через год такие, ау, чип! Вот так вот выглядит Шри-Ланка. Это экзотика, дорогие туристы. Вот так очень красиво. Очень красиво. Ну, так манят. Да, так немножко кратко о пляжах Шри-Ланки. Это одна из самых важных тем для тех людей, которые летят непосредственно на отдых. Значит, Шри-Ланка у нас достаточно большой остров. Ну, и делится на такие зоны, как западное побережье, южное и восток. Три основных побережье. На западе, на западное побережье больше, ну, в принципе, считается сезонность неподвластной для Шри-Ланки. То есть сезон активный летом это на востоке. Это Тринка-Мале курорты, Пасикуда. Похоже, не знаю, правильно ли сравнить с Мальдивами. Ну, некоторые сравнивают. Чем схоже? То есть это лазурный цвет океана. Это белоснежные пески и практически отсутствие волны. Аня, мне и так плохо. Да, то есть такое есть. Потому как, почему сравнивают с Мальдивами, здесь от восточного побережья самое короткое расстояние до Мальдив. Там буквально лететь 30 минут на самолете. То есть это достаточно рядышком. И вот разница в цене, опять же, таки, да? 30 минут лета, но Шри-Ланка доступная, а Мальдивы, скажем так, ну, далеко не всем доступны. И все могут позволить себе. Вот почему. Надо делать комби-туры. Неделя Шри-Ланка, полчаса перелетели, Мальдивы. Кстати, такие туры возможны. Да. Прекрасно. Такие туры возможны, не проблема. То есть многие приезжают посмотреть именно Шри-Ланку, национальные партии, достопримечательности, объекты ЮНЕСКО. Сигирию там, да? Сигирию, Дамбулу. И потом летят на Мальдиву. Уже на пляж, да? Уже на пляж, да? Разумно. Три-четыре дня на солнышке погреться и домой. Кстати, вот вспомнили Сигирию и Дамбулу. Да. Кстати, она у нас была на картинках. Немножко расскажу, что это, чтобы, дорогие друзья, это понимали. Вот первая картинка – это Сигирия. Значит, Сигирия, она высотой 180 метров над уровнем океана. Это расположено в центре Шри-Ланки. Это, скажем, национальный объект, он охраняется ЮНЕСКО. Очень много фресок сохранилось еще с тех веков. То есть в Сигирии более 3000 лет. Мы поднимаемся на эту гору, то есть 180 метров. Представляем, сколько там ступенек. Это достаточно сложно. Но, кстати, очень много туристов, достаточно пожилых. И они потихоньку. Медленно, но уверенно движутся к селе. Да, и поднимаются. Но когда мы поднимаемся на самую вершину, открывается потрясающий вид. То есть ты забываешь обо всех усталостях. Ты уже не помнишь, сколько было ступенек. То есть снова 16, да? Снова 16. Все старички бегают, радуются. То есть все фотографируются. То есть мы, получается, когда на горе Сигирия, помимо всей информации, которую мы получаем, то есть осознание того, что сколько лет... Этому месту. Да, этому месту. Как это все сохранилось. То есть еще потрясающие виды. Практически, ну, по Шри-Ланке мы можем точно видеть. И это джунгли, это заросли. Особенно красиво это на закате, когда солнышко садится, и все такого пурпурного цвета. То есть это неимоверная красота. Также, когда мы поднимаемся, там есть такие пещеры, они мраморные, и на них нанесены фрески. То есть это уникальные фрески, вот как раз такие, которые охраняются ЮНЕСКО, ну, само место Сигирия, и непосредственно эти фрески. Значит, их изначально было более 5000, но сейчас сохранилось, к сожалению, дожило до наших дней только 18. Ну, это, наверное, природная именно, да? Они нанесены природной краской, вот на мраморе, и сверху покрыты пчелиным воском и так далее, так, чтобы это сохранялось веками. Удивительные люди раньше были, да? Да, да. Умели, вот как у нас фреской наносили, вот одно из самых популярных, когда с яйцом, держится по сей день. А смотришь на эти современные дома, обостроили 20 лет назад, всё развалилось, да, никаких фресок, краска на полу лежит. А тут 3000 лет назад, и всё на месте. Всё на месте, и то, что, знаете, вот ланкийцы, и они, скажем так, они стремятся сохранить это всё, они любят свои объекты, достопримечательности, и они просто любуются этим, не разрушают, нет ни варварства, ни ничего. Ну, они же такие созидатели, да. Они созидатели, буддисты, они все, они не убивают животных, насекомых, это всё. И вообще, да, тихо, спокойно ходят. Да, вот на следующей, кстати, фотографии, это Дамбула, которую мы упоминали, вход в Дамбула, начало подъёма. Дамбула тоже у нас находится на возвышенности, это получается 800 метров над уровнем океана. Чуть-чуть меньше. Значит, что здесь? Здесь также Дамбула охраняется ЮНЕСКО. Что здесь? Это 5 пещер, неимоверных, в которых сохранились до наших дней. Значит, этим статуям, это статуи Будды, этим статуям уже более 5000 лет. Они сохранились. Они располагаются, значит, в каждой из пещер, по, скажем, во втором веке до нашей эры, да, сделали в первой пещере, во второй веке до нашей эры сделаны эти статуи, в следующей пещере, в следующем веке. То есть это, скажем, эволюция этих статуй, что они показывают и что они символизируют. Это жизнь Будды, его проповеди, ну и вот именно моменты из жизни. Вот что значит школа? Вот ты говоришь жизнь Будды, а я вспоминаю урок истории, и как моя учительница говорила, Будду на самом деле звали Сидхартха Гаутамашек, ему не Будда, ты понимаешь? Просто впечатлила, вот она тоже так рассказывала, Будда, там, жизнь, то, всё. И вот я уже сижу и вспоминаю свою учительницу по истории. На самом деле это интересно, даже те, кто не очень любят историю, ещё какие-то такие цифры, моменты. Но это просто потрясает, потому как вокруг неимоверная природа, это джунгли. Кстати, там достаточно комфортный климат, никогда температура воздуха не помешается выше 35 градусов. Переезжаем на Шри-Ланку, потому что у нас 40 адских, по-моему, мне кажется. У нас 40, а на Шри-Ланке 35. И причём это круглый год и достаточно ровная температура, нет особых перепадов. Слушай, какая прелесть. Что я ещё тут делаю? Что там у вас, когда полётная программа начинается? Она у нас уже есть, поэтому мы летаем круглый год. То есть ближайшие вылеты 8 числа. Можно лететь. Не, ну прелесть. Да, значит, что по объектам, по паркам мы так пробежались. Вот то, что из жары поговорили про жару и сразу захотелось окунуться в прекрасный океан. Значит, помимо полежать на пляже, можно также заняться дайвингом, снорклингом. Сразу туристам разницу расскажи. Да, дайвинг это когда мы погружаемся с аквалангом, под воду непосредственно. То есть мы должны иметь определённый сертификат. Ну, либо если мы это делаем с инструктором, то можно взять урок у инструктора и погрузиться также на небольшую глубину. Ну, с ним, да, получается? Да, 8-10 метров разрешается. А снорклины, это, в принципе, может заниматься каждый с маской, с ластами, когда мы не заныриваем в подводу, а просто смотрим на подводные красоты. Ну, то, что, чем вы занимаетесь в Египте, чаще всего это всё-таки снорклинг, да? Снорклинг, да. Потому что дайвинг действительно. Ну, я вот сколько читали про Шри-Лангу, что они очень серьёзно относятся ко всем сертификатам, что не бывает такого, как у нас там 100 гривен заплатил и пошёл. Не бывает. Переживают, да? Переживают, потому как всё-таки Индийский океан, это не море, это не река. Достаточно, есть в океане свои правила, есть приливы, отливы, течение, это всё серьёзно. Поэтому, когда мы просто у побережья, мы просто с маской ныряем, это одно дело. Когда мы уже окунаемся с аквалангом, это немножко другое, поэтому к этому нужно относиться серьёзно. Это верно. Где мы можем посмотреть на подводные красоты? Не везде. Значит, мы можем увидеть это на юге. Шар-Маль-Шейхи. На юге Шри-Ланки. Это курорты Хикадува, Мериса, Диквелла, то есть Тангали. В этих курортах мы можем увидеть коралловый риф и красивенные подводные рыбок. Черепашек, да? Да, черепахи. Кстати, Хикадува, также отмечено, эти пляжи любят очень черепахи, вот эти большие, которые вымирают уже, к сожалению, также. Они приползают на эти пляжи ночью, вкладывают яйца, и можно днём, ну, под вечер, вот на закате, как правило, когда уже песок не такой горячий, черепашки выползают наружу. И тогда? Да, и бегут к океану, они знают, как по инстинктам. Вот на Discovery очень часто показывают эти моменты оторваться невозможно. Настолько интересно, когда эти такие маленькие лапки побежали. Это всё можно наблюдать вот прямо на пляжах отелей. То есть ты там отдыхаешь в Хикадуве, пожалуйста, да? Да, кстати, чаще всего наблюдают такая гостиница из Чая Транс, четвёрочка в Хикадуве. Постоянное явление. То есть для детей, мне кажется, вообще невероятно. Ну, конечно же, это не каждый день. Ну, понятно, да, они же. Рифахи не каждый день это делают. Ну, чаще всего можно наблюдать именно там. И, кстати, на юге очень много для детишек, кто едет с детками отдыхать. Конечно, ехать по всему острову, смотреть достопримечательности сложно, может быть, там на автобусе передвигаться. И нужно как-то отвлечь деток, да, от солнца, от водички нужно что-то показать. То есть вот очень много черепашек ферм, где показано в таких специальных водоёмах огромные черепахи, которые такие, черепахи-альбиносы белоснежные, такие интересные. Как они рождаются, как они ловятся с яйца, и можно подержать в руке этого маленького малыша. Вообще прекрасно. Поэтому это прекрасно, интересно. Ну, и близко получается, да? Да. Ну, кстати, это интересно не только деткам, но и взрослым, потому что это потрясающее. Я тоже посмотрела на эту маленькую черепашку. Да. Вот следующая у нас картинка заманчивая. Это серфинг. Она, что-то ты сегодня слишком заманчивые картинки принесла. Ну, потому что это Шри-Ланка. Да, это правда. Она зовёт. Кстати, слышала, был вопрос по поводу серфинга. Серфинг есть на Шри-Ланке, поскольку на Шри-Ланке есть волна, она есть всегда, потому как остров находится в открытом океане. Серфингом лучше заниматься на курортах Хикадува. Это юг. О, значит, я не набрала, отвечаю. Очень приятно. Всё верно. То есть очень много школ серфинга, и многие приезжают специально поучиться. Поучиться, да. Да, здесь хорошие инструктора, можно довериться. То есть это юг Хикадува, опять же, Мириса. И знаменитый также пляж Аругамбэй, он находится на юго-востоке. То есть это уже для таких больших-больших фанатов. То есть если мы хотим просто пару раз попробовать, что это такое, то нам достаточно Хикадувы. Да, на юго-восток будет, наверное, и дальше же ехать трансфер, получается. Да, вот непосредственно Аругамбэй, это пляж только для серферов. То есть туда нужно ехать для профи, которые хотят поехать и просто целыми днями заниматься серфом. Ну это сумасшедшие люди, они такие прям... Но там волна самая лучшая для них, и они испытают кайф настоящий. Да. Ну и вкусняшки. Вкусняшки обязательно, да. Вкусняшки обязательно. То есть ланкийская еда, она достаточно интересная. Наши любят, потому как это свежайшие морепродукты, это рыбка, это креветки, это кальмары, это всё непосредственно выловленное с океана и тут же при тебе приготовленное. Свеженькое. Готовят при тебе, то есть вот это как раз этот вариант. Да, да. Очень часто, кстати, на Шиланку едут молодожёны, и они любят заказать какой-то романтичный ужин на закате. Дополнительно могут из ресторана установить столик на берегу океана, принести свежевыловленную рыбу и при паре готовить. Сразу парочка будет кушать, то есть это всё свежайшее. Константин, вырежете выступление Анны, она издевается надо мной. Да, еда потрясающая. И всё это стоит, кстати, по ценам, всё это стоит очень достаточно дёшево, приемлемо. Значит, средний вот такой вот обед, это порядка 5 долларов, ужин обойдётся нам 10-12 долларов на человека. То есть это вот с креветками, с кальмарами. Вот, кстати, исходя из этого, возникает вопрос. Отели в основном работают, я так понимаю, на завтраках, да? То есть вариант там завтрак-ужин и all-inclusive, это действительно редкость. На самом деле, те отели, все отели практически на Шри-Ланке предлагают и all-inclusive, и завтрак-ужин. Но, как правило, выбирают завтраки. А туристы сами выбирают, да? Да, можно выбрать абсолютно любую концепцию питания, это не проблема. Удобно для людей, которые хотят расслабиться, мы не хотим путешествовать, ходить, искать, где покушать. Либо с детками, тяжело пойти в жаркое время дня, искать рестораны. То есть это удобно. Когда мы едем, когда мы такие активные, мы хотим что-то посмотреть, изучить, вообще какую-то культуру, посмотреть, как это вообще изнутри, то, конечно, рекомендовано брать завтраки. Просто пока уедешь в ту Сигирию, вернешься, наверное, на следующий день, да? Да. Ну, это сутки занимает, по правилу, экскурсия. Ну, точно не пообедаешь, не поужинаешь. Да, поэтому лучше, конечно, завтраки и ходить кушать там, где мы хотим, то, что мы хотим. Анечка, а вот какой бы регион ты посоветовала, если семья с детьми? Ну, мы берем там не двухлетних, а уже там 10 лет, когда можно такого ребенка взять. Куда лучше? Ну, максимально бентота, та же Хикадува, о которой мы много говорили. То есть, я так понимаю, что самая развитая инфраструктура именно там, да? Развитая инфраструктура. Также самый такой важный момент, то, что трансфер, он достаточно приемлемый. То есть, если мы говорим о Хикадуве, трансфер занимает порядка 4 часов от аэропорта. Если бентота, это 2,5-3 часа. Для Шри-Ланки это оптимально. Ну, понимаете, это нормально, потому что, когда мы говорим про Турцию и трансфер в Аланью 3,5 часа, все говорят, да не. А для Шри-Ланки это как раз супер, да? Потому что есть 8 часов. То есть, нужно быть очень насчет этого внимательным. А вот есть отели, ну, я не хочу говорить по турецкой, египетской концепции, но хотя бы, чтобы была детская площадка там с горочкой. Есть, конечно. С бассейнчиком. С малюсенькой горочкой. Вот такой малюсенькой. По поводу горок, прям горок на Шри-Ланке нет. Нет. Потому что горки у нас в океане. Волны. А, все, типа, иди, плавай, иди, иди. Да, да. С черепашками. Да. Океан достаточно такой активный, есть волны, но, в принципе, безопасный. У нас на пляже всегда стоит флаг. Если флаг красный, значит, нельзя купаться, мы идем купаться в бассейне. Но это достаточно редко, если это не погода. Если флаг желтенький, белый, пожалуйста, можно купаться даже деткам. Ну, естественно, при... Ну, понятно. Желательно родители рядом. Конечно же, потому что это океан. Поэтому, ну, можно ехать. Да. По поводу площадок, площадки есть. Ну, качелька там вот такая есть, да? Есть, есть. Можно найти что-то такое на Шри-Ланке, детские такие территории с какими-то развлекательными. Ну, просто понятно, что это не будет мини-клуб по типу сангейтовского Рокси-клаба, то там можно умереть, да? Но все равно, все равно же берут детей. Конечно. В любом случае. Конечно. Есть отели, которые, в принципе, они говорят, что мы ориентированы именно на семейный отдых, и с детками. А есть отели, которые ориентированы только на взрослых? Только на взрослых есть, конечно. Конечно. Это, ну, назову несколько вариантов, потому что, может быть, кого-то заинтересует, как-то свадебник. У нас частенько спрашивают про такие отели, да? Где нет детей? Потому что все любят детей, но своих. Понятно. Это Саман Вилас. Он, кстати, засветился в Орел и Решка, может быть, если кто-то смотрел в передаче, да. Так, пересмотрите Орел и Решка. Обязательно. Саман Вилас. Это закрытого типа территория, только для взрослых. Номера рассчитаны максимум два человека размещают, никаких три, четыре и так далее. Это подозрительно, уже компашка, да, приедет. То есть именно для романтики. Бунгало располагаются немножко удаленно друг от друга, то есть есть небольшая терраса, территория возле бунгало, то есть такая полная романтика. Отель находится на небольшой возвышенности, такой красивенный бассейн инфинити с видом на все побережье. Зачем я задала этот вопрос, сама теперь не понимаю. Нужно ехать. Нужно ехать, однозначно. То есть в принципе получается, что компания News Travel уже открыла полетную программу, или она была и летом? Она была и летом. Она и была и летом. Извините, но я же не продаю туры, поэтому я же спрашиваю. Да, то, что уже есть раннее бронирование, есть полностью абсолютно все цены до апреля месяца. А, то есть уже даже Новый год. 15-го года. Боже. Полностью Новый год, зима, то есть раннее бронирование. Как раз интересные предложения, цены и пора подниматься. И дорогие туристы, идите в агентство сети Агентств Горячих Путевок, там продаются все туры компании News Travel и бронируйте себе Таиланд на Новый год, на свадьбу, любые варианты. Да. Правильно? Да, уже можно думать о отдыхе. Планировать. Это прекрасно, конечно. Да, кстати. Да, что это? Что это? О фестивалях вообще, что интересного происходит на Шри-Ланке. Это, кстати, в августе, вот сейчас уже началось это празднество, называется оно Пирохера. Великолепное название. Что это такое? Пирохера – это самый главный праздник для Шри-Ланки, для ланкийцев. Это буддийский праздник. Находится, вообще, самое главное действие происходит в городе Канди. Канди – это бывшая столица. Ну, все знают, чай такой есть. Да. Чай Канди. Принцесса Канди. Да, кстати, в Канди есть и чайные плантации, и храм Зубы Будды, который, в принципе, нашим туристам очень нравится, они любят его посещать. То есть, это одна из самых таких распространенных экскурсий с побережья. Поехать в Канди на один день, заехать на чайную плантацию, посмотреть храм Зубы Будды, послушать историю буддизма, посмотреть национальные танцы. Вот, кстати, на слайдах. Вот это танцы такие, да? Первый и третий слайд – это вот шиланкийские национальные танцы. А вот этот костюмчик сколько килограмм весит? Он очень тяжелый. Ну, там даже вид, да, он, по-моему, такой аж присел. Они очень активно танцуют. А от костюма зависит? Ну, вот можно по костюму понять, какого уровня это ланкиец? Ну, вот в Венеции сразу понятно, богатый или бедный человек. Тут тоже, да? Да, здесь также, на самом деле, то есть, богатство, убитство зависит. Да, просто иногда стоимость этого костюма, как квартиры, я вообще не понимаю, как они так настолько сходят с ума. Ну, мы как-то, да, там, ну, надо костюм одеть, тряпочку повязал, юбочку одел, свой точек в голову. Все, красавица. Они именно готовятся. Готовятся. Они поддерживают свою культуру, свои корни, и до сих пор это все популярно. А туристов пускают, да, посмотреть? Пускают, конечно. Вот ради этого они поддерживают. Специальное шоу, то есть, в момент этой экскурсии мы посещаем. Так вот, про Пирохеру, что это такое? Храм Зубы Будды, он посвящен Зубам Будды. То есть, на самом деле, до сегодняшних дней сохранился именно Зуб Будды, который принадлежал Будде. Да. И он хранится, находится в этом храме. Так. Значит, раз в год его достают. Зуб. Зуб. И подготавливает вот этот праздник Пирохера. Значит, он проходит в течение 14 дней. Вот он сейчас уже начался и будет проходить еще две недели. Проходит он, как правило, вечером. Ну, вечер, не как правило, а вечернее время, начиная с 8 и до 12 ночи. С 8 вечера до 12. Это национальные танцы. Это шествие слонов. Вот здесь мы на четвертом слайде видим этого слоника, который... Его тоже одели в прекрасной одежде. Да, в таком национальном, красивом костюме. А ему не жарко там? Там какое-то прям аж покрывало на нем. Ну, это же слоник. Да пусть и опять ему не жарко. Нет, не то, что он просто родился в Шри-Ланке. Для него это нормально. Он знал, что он будет на празднике выступать. Это на самом деле слон, который несет зуб на себе. Вот этот слон, кстати, вот непосредственно на этом слайде. Он несет этот зуб. То есть это большое событие для буддистов. Потому как этот зуб хранится в остальное время года. Недоступный для людей. Его не могут увидеть. Это как реликвия. То есть на него молятся. То есть это просто из-за того, что кусочек Будды, да? Да, да. На него молятся, ну, как у нас иконы, как у нас мощи. Вот то же самое в буддизме означает этот зуб. А как остался именно зуб? Это длинная история. Я думаю, что... Хорошо, я... Я заинтригую. Да, да, да. Я прочту обязательно. Почему зуб? Да, будет интересно просто непосредственно поехать туда и услышать эту историю. Потому как сейчас, если мы все узнаем... То зачем тогда ехать? Да. А так можно выезжать на пирохеру. Слона выбирают не просто до какого слона. Это модель. Это специальный, его отбирают. Это страдословный слон обязательно должен быть. Обязательных параметров. То есть высокий, большой, с бивнями. То есть просто какой-то слон не может... Слон-дворняга не несет зуб, да? Да, да. То есть это неимоверное событие. И все ланкийцы мечтают хотя бы раз в жизни попасть на пирохеру. То есть это... То есть настолько, да? Да, да, на этот фестиваль. Поэтому очень интересно, если мы попадем на отдых именно в этот период и увидим это. Но реально тогда можно прикоснуться к их личной жизни внутренней. Потому что курорт это одно. Причем это все не для туристов. Вот это действие происходит именно для них самих. Это не... Туристы просто зрители, да? Да, это зрители и очень интересно. Молодцы. Ну и следующее. Это спортивное, национальный спорт, которым... Что это вот это за маленькое в синеньком? Я не могу понять. Это крикет. Значит, Шри-Ланка это страна крикета. Абсолютно все в него играют. То есть если у нас в футбол, да, любят, играют, ну, наверное, половина мужского населения. Ну, хоть раз пинали мяч, по крайней мере. То на Шри-Ланке играют абсолютно все. И даже девочки. Ну, то есть это просто национальный спорт. Поэтому там постоянно проходят турниры, всевозможные игры. Это просто неимоверное событие. Многие даже не... Ну, как бы многие компании закрываются в день. Кубка, когда большая игра. И нерабочие дни в стране. Потому что это действительно событие. Да. Да. И вот, кстати, в августе, 30 августа, будет кубок. То есть самая главная игра. В августе будет ряд игр. То есть определяют чемпиона по крикету. Да, будет определен чемпион. Поэтому любителям спорта. Август, я смотрю, очень насыщенный. Едьте на месяц. Да. На все попадете. Ой. Наша Шри-Ланка, побережье. Наша любимая Шри-Ланка. Не, ну, конечно, великолепная страна. Страна завлекает, действительно. То есть вот так вот, если подвести итог вообще, что, чем заняться, что делать на Шри-Ланке. Ну, естественно, это пляжи красивые. Это подводный мир. То есть мы можем посмотреть красивые кораллы. Познакомиться с этим. Это серфинг. Это неимоверная культура. Это национальные парки, заповедники. Это животный мир, который, к сожалению, по всему миру уже многие виды исчезают. Медемики, животные. Все сокращается популяция. Поэтому на Шри-Ланке это пока еще есть. Можно поехать это посмотреть. Погулять, побродить в реальных джунглях. Окунуться в буддийскую культуру. То есть это действительно колорит. Это колорит. Это точно. Дорогие туристы, если вы точно так, как я, захотели на Шри-Ланку, то с вами все уже тоже понятно. Спасибо огромное, Анечка, за рассказ про Шри-Ланку. Мы сейчас прервемся буквально на несколько минут, и потом вернемся обратно в студию.